Дорожка Вот эта дорожка, это вот бывший гжатский трактор. 11 ноября 1719 года Пётр I издаёт указ о строительстве пристани на берегу небольшой речки Гжатия. Сооружение предназначалось для складирования и вывоза товаров по водным системам в Санкт-Петербург. Название пристани дала речка, подпоследствием городу и торговому пути. По дороге среди лесов двигались бесконечные караваны под вод, везущие пряжу, выделанные меха, масло, табак, муку и хлеб. Гжатский транспортный путь, соединяющий Юхно в Калужской губернии с Гжатском в Смоленской, приобрёл особенную значимость в торгово-экономических связях между южными и центральными губерниями со столицей в начале XVIII и середине XIX века. Города Калуга, Мещовск, Масальск, Сухинича стали главными базами оптовой торговли, откуда товары везли в южную, а потом по Гжатскому большаку на Смоленщину в пристани. Весной и осенью тракт был малопроезжим, поэтому основная масса товаров перевозилась зимой. Гжатские тюки перегружались на барки и по весенней высокой воде переправлялись в столицу. Что же стало с древней дорогой? Найдём ли мы её? И самое главное, сможем ли проехать по тракту на современных полноприводных автомобилях? Именно этим вопросом и задались организаторы рейда «Гжатский тракт». Мы находимся в лагере номер один. Здесь через пять минут состоится старт трофе экспедиции «Гжатский тракт». Это участники предстоящего мероприятия. Посмотрим, сколько из них вернётся в лагерь номер два. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, надо что-нибудь сказать. Предлагаю сделать маленькую остановку. Ну как? Жуть! Бьемся. Бьемся мы в лес вот туда. Жесть. Вообще непроходимость. Ну вот, это вот танки проходили, немцы наши. Это вот под оврагом, вот дорога. Вот где вы ехали. И там мосик, он мосик там. Он тоже развалился и все. Сделать и по прямой прямо, о, чесать. Но никому не надо. Одну точечку перед овражком этим. Мы болото найти не можем. И в говно, в говно туда вот прям. Давай. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Да! Да! Да, коллега! Е-хей! Е-хей! О, е-хей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это правда так? Попараться, ну попараться Ну попараться Где написано, что это КП? Кто-то до 07 Как не разобрался до этого? КП первое взято Вот мы едем по заброшенным деревням Памятник тоже, по всей видимости, очень давно заброшен Попараться 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 А, ну что, я на них Попараться 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 Не, не буду Попараться Че? Да не сколько стоит? Тебе нет? Попараться Попараться Так Первые четыре точки шли, у меня же упори, блин. Бери упори, все его догадают, а он так, куда? Я говорю, волос твой, блин! Блин, такой на дерево. Бац, облокотился. А потом только посмотрел, что, блядь, машина там стоит. А пилос стоит, говорят, куда, куда, так как хрязь, машина... Все, все легли, все, кто стоял, он даже ехать перестал. За волю к победе, ребята Первый вопрос, который был задан на эвакуации Вы пиво привезли Значит, третье место Ну, я хочу сказать, что таетоводы растут Растут таетоводы Извиняюсь, первое место Поздравляю От нашего масляного спонсора Моральными впечатлениями, впечатлениями, общением на природе Прекрасным днем и так далее Собственно говоря, все Спасибо, спасибо Субтитры создавал DimaTorzok